Я традиционно после возвращения начинаю разбирать вещи, смотрю, нету носков. Тут у нас в отдельном отделении лежат носки для трамполина и трамплины. Они вообще считаются все-таки более-менее одноразовые. Но мы как купили некоторое количество пар лет, наверное, пять назад, так ими пользуемся. Но понятно, что мы не каждый день ходим. Ходим, ну, может, раз в несколько месяцев, и вот они за сих пор живы. А нету их сейчас, потому что мы их прям все-все-все брали, когда у Ивана был день рождения. У Андрея ящик тоже почти полностью пустой, потому что были в командировке. И часть, ну, вот осталось белье, несколько спортивных футболок и два лонгслива. У меня тут катастрофа. Сломался наушник. Ну, вернее, это затычка сама, амбрушура или как она там называется. Поставлю, наверное, большего размера. Так, ну вот, я разобрала еще ту одежду, которую я стирала перед отъездом. Вернула на место часть вещей. Часть вещей еще стираются, потому что у нас одна за другой были две поездки. Поэтому часть еще в стирке. Прекрасная информация. Папа рассказал, сколько мы заплатили. Это за гостиницу, да? За домик. Без развлечений. Да, а кому-то не считается. Насколько мы это? На три дня. А потом в школу, да? Да, ну, может быть, на четыре мы поспим, после этого постем все едем домой. То есть можем четыре с маленькой. Ну, либо мы вечером в воскресенье уедем, либо в понедельник с утра, да? Да. Ой, футочек. Так, мы тут гуляем. Я мусора какого-то насобирала. Кот коричневый. Няша, ты молодец. Няшечка. Как выглядит коврик? Типа натуральный. После двух лет использования от него уже оторвался кусок. Ну, и в целом он весь вот такой. Но жизнь меня ничему не учит. И я купила почти такой же. Думаю, что он будет в таком же состоянии еще раньше. А этот я сегодня вывезу. Я, как обычно, вывожу мусор. Ну, время от времени он накапливается. Это коробки. По большей части те, с которыми Соня к нам переехала. Они совсем уже плохи. Хранить их смысла не имеет. Так что вывезем и... Та-да-да-да-дам! Важный момент. Мы вывозим бустеры. Дети выросли. Мы как-то уже так решили для себя, что те, кто к нам приезжают, пусть приезжают со своими креслами. Мы довольно долго хранили, возили для друзей детей. Но и у наших знакомых по большей части дети тоже выросли. Вот. У меня тут полная машина всякого разного. В общем, везу в секонд и на мусороперерабатывающий завод. Сегодня пятница, погодка не очень. А все равно небольшая очередь есть в приемном вот этом сортировочном пункте. Так. Что тут у меня еще? Есть еще вот этот всякий химический мусор. Вещи для секонда. Так, ну вот у нас тут куча всякого с батарейками. И ужас-ужас, разбитый ртутный градусник. Так, а это всякая электроника. И у меня тут электроника. Вот столько гордей сдал. И еще вот столько. Шесть. Написано, как телевизор и монитору складывать. Специальный карбинансер. Ну и текстиль я выкинула тоже. Текстиль надо в пакетах здесь выкидывать, потому что иначе он мокнет. И потом проблемы с тем, чтобы его разбирать. А у нас пакеты огромные остались со времен, когда у нас окна вставляли рабочие. И они купили для мусора просто пакеты нереальных размеров. Я не знаю, литров на 300, наверное. Пакеты для садового мусора и для электроники я забираю обратно. Зачем вы замили такого страшного? Вы замили дома. Давно мы прям все вместе не уезжали. Соня остается с собаками. К ней должна подружка приехать. Пока нас не будет, они будут веселиться, развлекаться. Я бегу за машиной, но мне кажется, что нам все равно не хватит заряда, чтобы доехать до парка, где мы, собственно, пройдем в ближайшие три дня. Будем так считать. Я чуть с утра поработала, потому что ездила на мусорозавод, ездила в магазин. Что-то так долго вообще собирались. Потому что у всех уже там свои какие-то... Раньше дети маленькие, ты сам все знаешь. А теперь мне это надо, мне то надо. У каждого свои какие-то представления о том, что надо брать. В общем, получается долго. Собака. КОНЕЦ Так, мы заехали в дом, разложили вещи. В этот раз мы не зря привезли с собой постельное белье. Вообще у них на сайте написано, вот приводите с собой постельное белье. Но в прошлый раз почему-то в таком парке нам постельное белье, ну, в общем, досталось домик с постельным бельем. Вот, в этот раз мы привезли свое. И сейчас тоже, пока ребята пошли на какой-то, типа, вечерний костер, который здесь в парке организуют, я как раз застелю постельку. Я нашел сайты, которые можно резернировать, в том числе боулинг, например. В постели я застелила здесь и здесь. В общем, все вроде умеренно, умеренно, уютно. Домик, в принципе, интересный. Вот наша спальня. Здесь еще спальня на две кровати, здесь спальня на одну кровать. Туалет. Кого шокирует, покажу в полутьме. Здесь ванна. Прямо, причем, ванна людей. И ванна, и душ есть, в общем, все. Так, и здесь вот входа в дом. Вот здесь. Тут еще, видимо, какие-то технические помещения, к которым у нас нет доступа. Вот. Ну, я думаю, там для уборки всякое хранится. Это зеркало. И кухня-гостиная. Пока все накидано. Еще не давили порядок. Еще не все вещи разложили. Но вот уже. Уважаю, что с качеством. Вот уже тут у нас фрукты. И ужин готовится. Кстати говоря, есть посудомойка. Покажу по наполнению прибора. Тут уже какая-то наша еда лежит. Здесь посуда. В принципе, она в двух ящиках лежала. Я просто объединила, чтобы было куда сложить продукты. Здесь тоже всякие так. Миски, тостер, суковыжималка, какие-то чайники. Лопатку я с собой привезла. Я ее очень люблю. Кофеварка одна. Чайник. Кофеварка другая. Соль, масло, вино. Это мы с собой привезли. Здесь был один рулон туалетной бумаги. Хорошо, что мы с собой еще взяли. Потому что тогда нужно для каких-то бытовых целей что-нибудь вытереть. Мусор. Сразу есть два ведра для сортировки. Это, конечно, недостаточно, чтобы нормально сортировать. В принципе, сойдет холодильник. Микроволновка с духовкой. Здесь какие-то есть контейнеры. Это хлеб мы привезли. Тарелки, чашки. И такие вот стаканы. Ну, в общем, всякое стеклянное. Из смешного. Я сейчас умру. Тряпка, кстати, постирана несколько раз в стиралке. Но все равно какие-то на ней пятна остались. Я ей отмывала краску. Краску. Эта штука вызвала очень большое количество комментариев у меня в инстаграме. Многие догадались, что это и для чего нужно. Я взяла чисто до один раз. Она стоила там меньше евро, кажется. В этом месте попользуемся. И потом, я думаю, что я ее обратно в сайт отправлю. Просто хотелось попробовать. И в какой-то момент показалось, что это прикольно. Пишите, если знаете, зачем эта штука нужна. Хотя сейчас я поняла, что дальше, наверное, будет понятно из влога, для чего она нужна. Поэтому ставьте паузу сейчас и пишите. А потом напишите, угадали или нет. Что? Что? Ты снял видео? Ну, мы не сняли видео бургеров, которые все уже доели. Я не доела. Я половину курицу не доела, знаешь. Да. А вот и ответ. Это для того, чтобы просушивать тосты. Потому что, если их просто класть на тарелку, например, или друг на друга, они начинают запотевать. А так между ними есть расстояние, и они хорошо остывают. А вот у меня тут блинчики. Ну, еще раз отвечает. Понял? То есть он выйдет вверх. Ну, три получается. Раз, два, три. Это вот он говорит. А этот два раза ему отвечает. В середине здесь и в конце. То есть это такой диалог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 У нас есть AirBnB-набор, который мы с собой берем, если едем куда-то, где собираемся вести какой-то быт, а не просто ночевать в гостинице. У меня вот есть средства для посуды, отлита, таблетки для посудомоя, таблетки для посудомойки. И я, конечно, очень люблю места, где есть посудомойка. Есть отдельная соль, которой мы дома другой пользуемся, более крупной, но там в волю судеб попала вот такая упаковка, и мы ее доиспользуем. Но масло я в этот раз целиком все взяла. И здесь у меня какая-то рандомная банка с плохо оторванной этикеткой. Мне срочно нужна была банка. Я взяла ту, которая последняя дома освободилась, которая лежала уже на выбрасывании в стеклянный мусор. И я вожу с собой еще кофефильтры. В случае, если будет такая кофеварка, ну, смотри, капельная, вот здесь я почти была уверена, что они будут. Думаю, у нас тостера нету, и я очень не люблю тостеры за вот то, что из них вечно сыпется куча крошек, но дети проявляют к ним интерес, и поэтому, когда где-то есть возможность попользоваться, мы тоже пользуемся. Что нам говорит минимализм? Это любой почти девайс. Можно забить тем, что уже у тебя есть дома. Пожалуйста. Сушилка для тостов. Сколько нужно кофе? То взрослым и детям, которые не пьют кофе. Погодка такая, что мы не особо гуляем. То дождь был, то ветер сильный. Вот сейчас небольшой перерыв, и я проглянула солнышко где-то долго, но мне кажется, сейчас все это закончится. Тут все домики, тут так все построено, что каждый домик выходит к воде. Ну, то есть, такое супер разветвленное озерцо. Канал разветвленный, и получается, что домики на воде стоят. И кусты так посажены, что ты, в общем, не видишь соседей. Хотя вот там домик есть, вот тут домик есть. Ну, вот видно, насколько плотно они стоят по другому берегу. Уже я собираюсь потихоньку. Мы сегодня, видимо, вечером уедем. Хотя у нас до завтрашнего утра гостиница. Так, я приготовила тут курицу с овощами. Сейчас варю макароны. Сейчас уже ребята придут из бассейна. Вообще, когда не полный день в гостинице, все равно получается как будто все время вот это ощущение, что надо скоро собираться, надо выезжать. Хотя даже если выезжать вечером, мне почему-то сложно настроиться на то, что еще на самом деле много времени. Но я очень даже неплохо работала, смонтировала несколько видео, пособирала вещи, которые нам надо с собой забрать. Скоро будем обедать. Сейчас я пособираю красную посуду, достану чистую. Пришлось из посудомойки достать вилки помыть, потому что нам не хватает на несколько раз здесь вилок. Это было прекрасно. Мы выезжаем. Это детский манеж, кажется. Гордей не забрал. Рюкзак. Сейчас дойдет. Так, а это что тут лежит? А это пакет для постельного белья, видимо. Так, температуру понизить. 18, нормально. Так, а это тоже кождей вещи. Мусор мы забрали. Посудомойку помыли и разобрали. Все оставили примерно как было. Так, надо, наверное, окно закрыть. Мы привезли выкинуть мусор по дороге. Я думал, отпуск, это когда мы не сортируем мусор, это теперь же сортируем мусора, нет? Мусора. Ну, да, окно. Я не знала... Я не знала, что это когда она носила. Я не знала, что это витал. Я не знала. Я не знала. Я не знала. Нормальный мужчина. Баффин собаки так не делают. Не делают так собаки. Нет, не делают.